Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала «Планета дзюдо». Сегодня мы собрались на круглый стол в зум-конференции, который был анонсирован буквально несколько недель назад. И я благодарю всех, кто подключился, откликнулся на эту конференцию. И, к сожалению, не так много экспертов откликнулись, хотя в интернете и вообще в пространстве дзюдо много на эту тему говорится. Но я благодарен тем, кто откликнулся, и думаю, что ваше мнение достаточно авторитетно. И это даст, может быть, дополнительный какой-то толчок, движение к размышлению для других специалистов. Итак, я представлю наших экспертов сегодняшнего круглого стола. Алексей Левицкий, доктор педагогических наук, профессор кафедры теории и методики борьбы Национального государственного университета имени Лезговта, Санкт-Петербург, заслуженный тренер России, много лет председатель судейской коллегии Федерации дзюдо России, шестой дан. Вроде бы ничего не упустил. Упустили многое, но сейчас времени мало, не будем занимать. Упустил многое. Но главное не ошибся, не так назвав фамилию и имя. Все правильно, спасибо. Владимир Ельчининов, заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры, судья всесоюзной категории, эксперт Международной Федерации дзюдо, шестой дан. Вроде бы тоже не особо ошибся. Конечно, еще раз говорю, можно много. Седьмой дан. Седьмой дан. Ошибся, хорошо. Извиняюсь, седьмой дан. Вот поправка идет. И Таир Нариман, эксперт боевых искусств, профессор международного уровня, мастер дзюдо, шестой дан, президент Федерации борьбы дзюдо, ну и еще много дополнительной информации, которой вы можете узнать об экспертах в свободном доступе в интернете. Те, кто захочет, пожалуйста, покопайтесь. Потому что на самом деле мы говорим сейчас не о экспертах, а об их мнении. Итак, правила соревновательного дзюдо. Много чего произошло за 60 лет, как дзюдо стало олимпийским видом спорта и впервые появилась на Олимпийских играх. Напомню, что это было в 1964 году в Токио. И мы сегодня говорим о том, как правила изменялись, насколько были хороши тогда, насколько хороши сегодня и вообще, что мы можем, так сказать, спрогнозировать на будущее. Алексей Левицкий, пожалуйста, вам слово. Ну, моя позиция, она была освещена уже и в журнале «Мир дзюдо», где я высказал свои видения развития и свои претензии к тем правилам, которые существуют сегодня. Спасибо Роман Карасеву, который и на своей платформе тоже брал у меня интервью и дал мне возможность высказать свои позиции, для того, чтобы это было распространено в интернете. Что меня не устраивает? Я начну с этого. К сожалению, вот этот тренд современного судейства сместился в поиск нарушений и наказаний. То есть, судьи, которые выходят сейчас для того, чтобы оценить результат встречи, они заточены, это не их вина, это, скажем так сказать, следствие тех процессов, которые происходят в последнее время в мире дзюдо. Они заточены на поиск нарушений. И этих нарушений сейчас становится с каждым днем все больше и больше. Несмотря на то, что Международная Федерация говорит о том, что мы практически не меняем правила в последнее время, но все равно какие-то новации постоянно нам приходится с ними сталкиваться. Если вот раньше, помните, было такое выражение, что дзюдо превратилось в империю Шида, был такой вот посыл, то сейчас, по-моему, это уже вселенная наказаний. То есть, уже предел достигнут. Значит, я бы занялся, в первую очередь, тем, чтобы снизил количество вот этих наказуемых действий. Это первое. Вернул бы на татами боковых судей, разрешил бы действия с захватами ниже пояса. Вот я думаю, что эти три моих, так сказать, положения, я думаю, они явно назрели. Явно назрели. Если говорить уже, так сказать, по деталям, при нынешнем судействе, я бы, наверное, бог с ним, значит, мы отказались от оценки ЮКО, но при тех критериях оценивания бросков за то, что мы даем в Азаре, непременно нужно ввести оценку КОКО. Потому что, ну, сейчас вот те вещи, за которые дается в Азаре, они полярны. Либо человек практически, значит, брошен на всю спину, чуть-чуть с какими-то о грехами, значит, Тори получает в Азаре, значит, либо идет падение, за которое раньше то и КОКО не давали, а тут получается в Азаре. Я думаю, что вот эта дифференцировка тоже необходима. Вот вкратце, значит, мои идеи. Спасибо. Спасибо Алексею Левицкому. И слово предоставляется Владимиру Ельчининову. Ну, Рома, спасибо за слово, за эту тему, которую ты поднял. Я в Зиду больше 50 лет. Именно мое поколение начинало заниматься борьбой с Зиду, когда с всеми сторон вышел приказ о развитии Зиду в Советском Союзе. Это как раз мое поколение, когда оно было там по 20 лет, по 21, и Зоров, Савдал-Бюлхин. Это все мировистники, которые как раз начинали советское Зиду. И как тренера, конечно, очень много претензий к современным правилам, потому что я часто езжу на все крупнейшие соревнования, и вижу вот эти вот, ну, просто, я сказал, нелепости, глупости, которые сейчас существуют в мире Зиду. Когда я начинал разговаривать с представителями федерации, они говорят, вот, мы хотим создать Зиду понятное зрителям, то есть зрелищность. Но сейчас получается такой абсурд, когда современный Зиду, даже непонятно тем Зидуистам, которые раньше занимались Зиду, они приходят на трибуны и не понимают, за что даются оценки, и за что дается наказание. Я согласен с Алексеем, что даже как-то над этим не задумывался, что у нас действительно столько нарушений стало. Вот когда я судил соревнования, ну, было проще судить, как-то у нас более глубже, лучше отбирали победителя. Во-первых, вот это вот критерий, что зрителям, чтобы оно было понятно, но все так и обсудил, то есть из-за этих нарушений, например, у меня был такой случай, когда у меня у парня было два наказания, у его соперика два наказания, он выигрывает в Азаре, делает еще один бросок на Вазаре, все зрители хлопают, типа, вот парень выиграл Эпон, схват поостанавливают, ему дают третье наказание за то, что он взял захват ниже пояса при броске. Ну, там, знаете, вот такие броски есть тогда, рядом с поясом идет захват, но вот, но как зрителю объяснить человек, который сделал два броска, проигрывает схватку? Как это зрителю объяснить? когда был захват за ногу Хансу Томаке, человек выигрывает схватку, рефлекторно схватил за ногу, ему дают Хансу Томаке, как я зрителю могу сказать, что вот за то, что он взял за ногу, ему посуждает сразу поражение. Он скажет, ну и что, что делал за ногу, что тут такого? Понимаете, мне вот хотелось, родовая джидо, как бы всегда относилась к боевым искусствам. Вот сейчас его трудно отнести к боевым искусствам. Столько наказаний, столько запретов, так взять нельзя, так двигаться нельзя, упасть на мост нельзя, упасть на голову нельзя. То есть, ну, столько нарушений, столько запретов, это уже не борьба какая-то получается, непонятно, что. Особенно вокруг захватов, ну это вообще ужас, как бы так говорится. Ведь, как же раньше они говорили, взять захват и медленно бросить. Как ты спортсмена мирового класса бросишь, просто с одного касания с ним? Это же глупо, такого не может быть. Вот сейчас, когда жюри возглавляли три олимпийца, Васкау, потом Армен Багдасаров и Киджон, олимпийский чемпион, они немножко отпустили вот эти захваты. Вообще, для меня очень непонятно такое понятие неправильный захват. Это глупость какая-то. Если это боевое искусство, если исходить из этого, то почему нельзя взять кросс-грип, косой захватов. Чем он? И самое интересное, если взять статистику, Алексей наверное со мной согласится, с какой позиции, с какого захвата больше всего Япон? Я абсолютно могу сказать с плотных захватов. У кого больше золотых медалей? У России или у грузин, которые борются со своим грузинским захватом? Возьмите того же дуэль, как он боролся? Грузинский захват? Ассот Агари или подхват делал? Или вот забыл Леша может быть помнишь этого француза, который выиграл великого колния на олимпиаде. Чем он выиграл? Грузинским захватом. Так почему этот захват, который дает преимущество, дает красивые броски, почему он запрещен? Почему запрещен кросс-грип, когда это дает хорошую эффективность? ладно, в общем, конечно, эта тема очень большая, я бы мог долго на эту тему говорить, я хочу добавить к Лешиному, обязательно надо вести утешение, обязательно надо вести утешение, ведь каждый круг утешения это всего лишь плюс четыре сват. Последним голденску, который они сделали, это вообще абсурд. Почему у нас в детском джидо схват длится меньше, чем у возраст три минуты? но с помощью голденского у нас дети борются по 20 минут, и где физиология, как они на это отвечают, Алексей, скажи, это же глупо, я как-то разговариваю с Вадимой Бартой, когда был в Чехии, на сборах, говорю, Володя, вы понимаете, вы убрали утешение, я говорю, и как мне быть молодому парню, приезжает молодой парень, одна схватка и домой, когда было утешение, у меня есть шанс был попасть сильного спортсмера и потом дальше утешаться, набираться опыта и так далее, и так далее, он мне начал говорить, это спектакль, это драма, я говорю, какая драма, когда чемпионат мира, Леш, помнишь, что это, в первом схватке встречаются два лидийских чемпионов, Оля Бишев и Мамадли, который в 81 перешел в первой схватке, зрители пришли на них и один из них идет на трибуну, да, вот эта драма-то и есть, трагедия. Так я говорю, Валорий, какой этот спектакль, или, например, то, что они с нами с тренерами сделали, одно время вообще убрали с ковра, ты же знаешь, я сейчас не сижу на студии, потому что я всю схватку веду спортсменом, и мне приходится кричать с трибуны, ведь главные действующие лица, Алексей, ты как доктор наук, наверное, согласишься, на соревнованиях тренер и спортсмен, ради них все это затеивается, а все остальное это обслуга, но сейчас получилось так, что мы тренеры никто, судя нас учат бороться, диктуют нам свои правила, в которых они сами запутываются, а уж не говорят про нас тренеров, то есть, но это абсурд, ребят, нас отодвинули, и я считаю, что обязательно надо разрешить секундировать тренеру, обязательно, даже пускай оценки показывают, если ты сильный судья, тебе пофигу, что там тренер показывает, у тебя есть свое мнение, а здесь получается, как же так, ты подвергаешь сомнению суде, у него свое мнение, свое мнение, почему нельзя дублировать оценки, почему нельзя вести схватку со стула, ну, на первый раз я не буду много времени занимать, у меня там много, конечно, всяких предложений, ну, хотя бы сейчас на скидку дать Таиру что-нибудь сказать, он со стороны джиу-джитса нам что-то расскажет. Владимир, ну, мы еще не заканчиваем, еще у меня будут, конечно, следующие вопросы, следующие вопросы будут по ходу, как говорится, второй круг соревнований. у меня тут передовой целый список висит, я готовился. Хорошо, спасибо Владимиру Ильичнинову и переходим к третьему эксперту Таир Нариман. Таир, здравствуйте. Пожалуйста, ваше мнение по правилам соревновательного дзюдо в рамках озвученной темы. Добрый вечер, спасибо, что меня пригласили, хотя я себя экспертом не считаю, потому что уже давно я, уже очень давно не судил соревнований и выступал последний раз уже тоже не помню, когда, и то по ветеранам на международном турнире. Но дело не в этом. По правилам, что я могу сказать, я после того, как запретили захваты за ноги, я почти не интересовался изменениями в правилах, потому что их было много достаточно, но недавно посмотрел ролик о том, что нельзя делать. И я так долго его смотрел и удивился, что ничего нельзя делать. Это для меня было очень странно. И ролик был такой качественный, очень-очень длинный. Я не думаю, что вообще это имеет какой-то смысл. если бы этот ролик был о том, какие оценки и так далее, в каких случаях, это имеет смысл. Но сделать столько запретов, которые, я не знаю, помнят ли все спортсмены, которые борются, сомневаюсь. Я согласен совершенно по поводу захватов ниже путь. их запрещать совершенно неправильно. Половина классических бросков просто запретили. Классических бросков дзюдо, которые при Дзегору Кана были в программе. Тем более, что не только за ноги, а ниже пояса в буквальном смысле. Конечно, да, в классической борьбе греко-римской как-то они обходятся. Но мы же не хотим сделать вторую греко-римскую в одежде. По поводу других захватов, косой захват, захват за пояс и так далее, тоже не вижу здесь ничего совершенно такого, что идет вразрез с правилами дзюдо, с идеей дзюдо и со старыми правилами. Потому что взять захват для того, чтобы выполнить прием, а не для того, чтобы блокировать соперника. Ну, это видно, когда человек блокирует, просто блокирует соперника, ничего не делает, это одно. А когда он берет захват для того, чтобы атаковать, это совсем другое, и зачем это запрещать. Ну, это все понятно, и, в общем-то, я согласен с настоящими экспертами, которых очень уважаю, и их мнение ценю и прислушиваюсь. И у меня есть, что сказать по оценкам, по виде такого, может быть, бреда даже, да, потому что это слишком будет большое новаторство, но идея такая есть, и я ее выскажу. Значит, есть оценка Япон. В современных правах, как я понимаю, Япон дается за любой бросок насквы. Причем, независимо от того, чем закончилось это действие. То есть, допустим, бывает такое, что двое кувыркаются, один там как бы начинает бросок, они кувыркнулись, перекатились по спине, ну, тот, кто начал бросок, он выиграл. Независимо от того, что, где он оказался, снизу, или он просто кувыркнулся, встал, или же остался, или даже попал на удержание. Но если соперник коснулся спиной, то дается япон и останавливается схватка. Это как бы из практических изображений, если смотреть, вот, как Владимир Николаевич говорил, как боевое искусство, да, ну, не имеет никакого смысла. Если мы оба кувыркнулись в реальности, да, испачкались в какой-то грязной луже, и что? Никакого смысла в этом нет. Имеет смысл, по-моему, то, чем закончился этот бросок. То есть, какой результат, для чего вообще делается бросок? Чтобы перевести соперника в неудобную позицию, да, по идее, бросить его вниз и остаться сверху, либо стоя, либо на удержание перейти, либо в какой-то преимущественной позиции хотя бы остаться, но никак не снизу. Вот это важно. И вот это может быть как бы в перспективе, я не знаю, вообще имеет ли смысл об этом говорить, но я говорю, как оно есть. Мы это используем, и это используется в разных видах джиу-джитсу и джиу-джи-джу. Вот и имеет смысл по-моему именно оценивать результат броска. Теперь по поводу оценок. Вот ипон, да, то есть какой-то бросок был совершен, может быть даже не особо сильный, это раньше оценивала сила, амплитуда удара, да, ну какой-то там куворочек, да, и все, кто-то выиграл, до свидания. В реальности, как мы понимаем, борьба бы продолжалась, естественно, да, вот, поэтому я считаю, что может быть, может быть, имеет смысл не останавливать после ипона, вот, и такое тоже есть, потому что, как мы знаем, ипон, что означает, ипон это один, одно, один балл, да, хорошо человек заработал балл, почему бы не продолжить схватку, если при этом его противник не сдался, не попал на контроль, который там, значит, определенное время длится, не знаю, кстати, по новым правилам сколько там, секунд, не помню, 15 или 20, вот, ну, не важно, теперь этих ипонов может быть два или три за схватку, набрал человек три ипона, выиграл, либо, например, он сделал бросок и потом удержание полноценно, то есть, и там, и там, и в стойке за бросок, и в партере за удержание он выигрывает, тогда схватка останавливается, ну, это такое вот из других, как бы, областей, но я считаю, что имеет смысл и неплохо было бы это сделать в дзюдо, что, ну, да, и по поводу оценок бросков, у меня тоже есть мнение, я не буду сейчас его озвучивать, там, ну, такая система достаточно простая и практическая, эффективная система и для практики, для применения практического, как боевого искусства, она бы тоже бы, эта система помогала спортсменам в нужном направлении двигаться. Вот, спасибо большое, если что-то еще время останется, может быть, что-нибудь еще расскажу о том, что я думаю. Спасибо. Таир Нариман, спасибо вам за, так сказать, начальное вступление и вот первый, так сказать, ваш диалог о данной теме. Что я хочу дополнить? и мы продолжим еще, значит, в литературе о спорте есть такое понятие, что правила служат для того, чтобы увидеть различия видах спорта. Как бы правила показывают именно различия видах спорта. В частности, если мы относимся к единоборствам, то по правилам мы можем понять уже, что вот это дзюдо, это самбо, это карате и так далее. Помимо того, правила служат для того, чтобы определить победителя. Ну, как бы это, наверное, тоже нормально. Но вот если мы сейчас с вами посмотрим на 60 лет развития олимпийского дзюдо как вида спорта, которая активно развивается, то мы с вами увидим, что за эти 60 лет, конечно же, произошло грандиозное изменение в правилах соревновательного дзюдо. Возьмем Олимпиаду 1964 года и возьмем Олимпийские игры, которые вот-вот начнутся в Париже. Конечно же, разница ощутимая и не знаю, вот насколько у меня вот такой вопрос, насколько на взгляд экспертов интересны с точки зрения зрелищности, с точки зрения определения победителя, с точки зрения увидеть различия в видах спорта, единоборствах, правила 60-летней давности были лучше или эффективнее, чем правила сегодняшние. И вот на этот вопрос я попрошу ответить Алексея Левицкого. 60 лет назад правила, вот я думаю, Владимир Николаевич подтвердит, были еще более запутанными. Там вообще было закрытое судейство, когда отцеплены такой политический чекар. то есть мы запутаемся окончательно. Но правила 70-х годов, вот тут, наверное, Владимир Николаевич меня может поддержать, на мой взгляд, были, если не идеальными, то очень правильными. Потому что были разрешены действия захватами ниже пояса, великолепнейший пласт техники, который радовал зрителей. О чем мы говорим? Эти мельницы, перевороты, когда поднимали соперника, как мы говорим, на второй этаж с огромной силой бросали над татами, пыль поднималась до потолка. Вот этот нравится зрителю, понимаете? Вот это, значит, зрелище, это Япон. Вот это разрешенная техника была. Это было абсолютно правильно. Вот. По поводу, значит, запрещенных захватов это тоже был какой-то минимальный набор, когда человек имел возможность брать именно тот захват, который позволяет ему бросить, и никаких таких жестких наказаний за это не было. И было три оценки, не считая Японо, да, значит, то есть была дифференцированная, значит, вот этот подход к качеству броска. поэтому с моей точки зрения, значит, мы вот ушли абсолютно в ненужную сторону. А вот если вернуться к тому, что говорил Владимир Николаевич по поводу секундирования, вернемся как раз к тем замечательным временам. Никто не запрещал тренеру подсказывать, потому что это его сметает, как я понимаю, обязанность вести своего спортсмена, значит, корректировать его действия. Значит, я понимаю, что не надо там оскорблять там судей, там, значит, каким-то образом, значит, конфликтовать, значит, с арбитрами, но со спортсменом то ему общаться почему нельзя. Я в силу своей деятельности довольно часто принимаю участие в судейских совещаниях, значит, на соревнованиях таких достаточно высокого уровня. Значит, о чем там начинается вести разговор, вернее, совещание тренеров и судей. Значит, уважаемые тренеры, просим вас запомнить, что вы можете подсказывать своему спортсмену только между командами Матэя и Хаджиме. Вот это основной посыл, понимаете? И ходит арбитру, еще вменяется в обязанность внимательно слушать, говорит там этот, значит, бедный секундант, значит, или не говорит, понимаете, ему надо за схваткой смотреть, оценивать действия спортсменов, а он еще контролирует того человека, который там вынужденно в эмоциях, иногда что-то выплескивает не в нужное время. Разрешить, секундировать, подсказывать спортсмену на протяжении всей схватки. Никому это не мешает, это прямая обязанность тренера. вот. Значит, с Таиром абсолютно, значит, согласен, по поводу захвата. Действительно, для чего человек берет захват? Для того, чтобы бросить. Понимаете? Если он, мы же можем отличить, значит, блокирующий это захват или атакующий. Значит, блокирующий захват накажем, у нас есть такие возможности. Значит, если он атакующий, да ради бога, пусть он берет хоть там, я не знаю, двумя мизинцами там за нижний край штанины. бросает, пусть бросает. Значит, ничего тут страшного нет. Вот. А вот идея мне понравилась, это надо об этом подумать, когда ты рассказал, что да, действительно, у нас ведь, значит, Япон дается, когда, значит, есть тут вот касание спиной оппонента, а дальше Тори переходит в поворок или может расслабиться и тогда уже тот, кого бросили, значит, оказывается сверху. Да, убедительности-то в победе-то тут действительно особо и нету. Может быть, действительно, над этим критерием надо и поразмышлять. Да, вот я возьму на заметку, спасибо. Вот так вот. Спасибо, Алексей. Владимир Ельчининов, пожалуйста, вот опять, так сказать, тот вопрос, который я задавал, правило для того, чтобы увидеть различия, правило определить победителя и, на ваш взгляд, вот правило вот тех первых таких соревнований, олимпийских игр, которые уже прошли 60 лет назад, насколько они были убедительны и эффективны. как раз сейчас ты поднял такую хорошую тему, это соревнования проводят для того, чтобы определить лучшего, сильнее же спортсмета. Вот, и конкуренция в спорте всегда росла. Раньше, например, в Олимпийских игр, в 64-м году, если мне память не изменяет, она всплыла всего три соревнования категории. Вот. японцы поняли, что одной техникой у Гейсинга Левы игры, которая за 20 с лишним метров ростом весит 100 с лишним килограмм, они стали водить соревнования категории и пришли уже в конце концов в той же 70-х годах было даже 8 соревнований категории, то есть семь соревнований категории плюс еще абсолютка была, восьмая. И последний раз абсолютно проводилось если ты не изменяешь, как раз у нас в Москве олимпийский чемпион был последний раз был определен в абсолютной весовой категории. То есть я считаю так, что в связи с конкуренцией стали появляться оценки Кока, Юлка, была такая более градация. И вот я считаю, что для того, чтобы оценивать и определить победителя, необходимо как раз вернуться к такому критерию, как боевого искусства. То есть именно с этой точки зрения, как Таир сказал, эффективность технического движения, я считаю, что то, что мы сейчас пошли в обратном направлении, где-то развивалось, появлялись больше категории, больше оценок, а сейчас мы пошли в другую сторону. Мы убрали Кока, мы убрали Юка, причем оценки там Алексей писал, когда за две Коки сейчас дается Вазарь, о, Япон, в расшок на ягодице была Кока оценка, сейчас это Вазарь считается. В общем, такой абсурд, даже трудно просто надо объяснить. Если вести именно критерии с точки зрения как боевого искусства, любое подмемие, любое преимущество, которое получает перед соперником, оно должно как-то оцениваться. Я Леша читал эту статью и сам полный как судья вот он правильно говорит, мы вообще забыли что такое понятие КИЗА. Это техническое действие, которое просто не оценится, но это типа какого-то броска или какое-то техническое действие, которое доставило мне преимущество. Вот если от этого исходить, то я думаю, мы будем гораздо более корректно и правильно определять победителя, потому что часто сейчас современных правил смотришь соревнования, парень бросает его на живот, там катает его, вообще как полы моет им там, а по замечаниям он проигрывает, там взял захват, там не так, в общем, вроде бы зритель смотрит, парень двигается, бросает, а проигрывает схват. То есть вот если мы ведем критерии именно вернуться к джедо как боевому искусству, тогда и правила у нас получатся другие. Во-первых, насчет оценки, я как инженер в выпуске технического вуза всегда интересовался статистикой. Так вот, до 2009 года, когда были броски за ноги, броски с захватом ниже пояса, в среднем было больше двух бросков, от олимпийских игр было 2.30, то есть каждая схватка, в каждой схватке в среднем было по два броска. Сейчас это единица. Люди приходят смотреть броски, а не наказание, шида, шида, выиграл, шида, шида, выиграл. Нет бросков. Потом, например, я считаю, что надо полностью отменить голденсквей и вернуться к утешению. Вот, например, элементарно ведь можно вести на табло как в боксе. Леш, помнишь, такое было, когда судья сидели и считали количество ударов. Как же спортсмен видел, сколько он ударов навел? Выиграет он поединок или не выиграет? Точно так же в рамках схватка можно вести дополнительные критерии типа кинзависти или сколько попыток человек сделал. И любой зритель, любой спортсмен будет понимать, что он выигрывает или проигрывает, а не ждать на благословение судебе, что понравилось он или не понравилось. Леша правильно писал статьи, я тоже часто смотрел на соревнования к человеку 8, 10, 12 раз подворачивается, соперника не наказывают. Вот, когда я судил, у нас было просто, Леш, помнишь, 2-3 атаки наказали у соперника, 2-3 атаки наказали, там четко мы знали, так мы так судили, так мы соревновались, а сейчас действительно, причем в ситуации двойного назначения, так одного наказывают за это движение, другого не наказывают, то есть вот эти вот разночтения, они настолько велики, потому что столько понапридумывали вот этих нарушений, их можно рассматривать с разных позиций, еще раз говорю, надо вернуться к девизу это как боевое искусство, получил ты преимущество, уронил человека, даже на колено поставил, ты уже создал преимущество с точки зрения, вот как Таир говорит, с точки зрения боевых искусств, я получил преимущество, а не вот это не там взял, не так согнулся, не то сделал, и очень глупость какая-то, я думаю тогда жюдо у нас как говорится будет более зрелищным и более понятным любому человеку, Владимир Ельчининов, спасибо вам за ваш ответ на второй мой вопрос, Таир Нариман, вам слово сейчас и прошу вас прокомментировать вот мой вопрос, который был изложен, это правило для того, чтобы увидеть различия видах спорта, правило для того, чтобы определить победителя и в этом контексте вот правило соревновательного дзюдо, которые были 60 лет назад на Олимпийских играх в Токио, насколько вот именно те правила, ну, можно взять еще там с прибавкой может быть лет 5-10 вперед, они были насколько эффективны и насколько рациональны на ваш взгляд? первое, что хочу сказать, правила определяют полностью определяют спорт, вид спорта, то есть, если мы меняем правила, меняется вид спорта сразу, он может называться так же, но спортсмены будут готовиться под определенные правила, потому что что такое спорт, это подготовка и участие в соревнованиях, это основное, ну, кто-то занимается фитнесом, кто-то занимается для, как говорят они, для себя, это другое, спорт, это подготовка и участие в соревнованиях, если мы меняем правила, спортсмены тут же начинают под эти правила менять свою тактику и какие-то новые приходится им действия изучать и так далее, вот, поэтому очень важно, правила очень важны, если мы все запрещаем, то спортсмены будут работать на то, чтобы противнику дали замечания, предупреждения, дисквалификации и так далее, и это, иногда мы смотрим соревнования, я, например, смотрю, да, и я не понимаю, что там происходит, значит, на табло загораются оценки, я думаю, что это оценки просто ни с того, ни с сего, да, а это просто замечания, и вот они так потоптались там, и кто-то выиграл по замечаниям, я думаю, что это совершенно не нужно, и, ну, никакого смысла нет, голденскор может длиться, как мы знаем, тоже очень долго, схватка прошла, 5-6 минут, сколько там, сейчас, я не знаю, и потом еще больше длится голденскор, ну, тоже не совсем я это понимаю, есть такое понятие, как активность, да, оно в любом виде спорта есть, в любой борьбе, и вполне достаточно, чтобы судьи определили в конце схватки, кто более активный, если нет преимущества в оценках, это по поводу вот оценок за схватку, теперь по поводу тех правил, я, к сожалению, или к счастью, в 60-е года мне не пришлось побороться, потому что я только родился в 60-е годы, вот, и начал достаточно поздно заниматься, даже в 70-е я еще не выступал на соревнованиях, но уже с начала 80-х я выступал, и я помню, что мы совершенно спокойно боролись и по самбо, и по дзюдо, и особых отличий, ну, были, конечно, отличия, были, да, но особых отличий в запрещенных приемах не было, ну, достаточно легко было перестроиться и соревноваться, то, что сейчас происходит для меня, например, это сложно, ну, мне трудно, вот, честно говорю, я пробовал, да, как уже говорил бороться, мне очень сложно перестроиться и вот эти все запреты соблюдать, ну, это мое личное мнение, теперь, по поводу правил, лучше ли они стали или хуже, ну, как я говорю, сравнить я не могу, но я помню, что правила были такие, забросок амплитудный и сильный давали ипо, обязательно, да, были критерии падения на спину, критерии были силы броска и амплитуда, и даже, и даже где-то я читал, что, может быть, это и было в реальности, я, честно говоря, не сталкивался, что были эксперименты под татами, устанавливали платформу с динамометром, да, и измеряли силу удара, если сила удара была определенная, то оценка была ипо, но это в виде эксперимента, я так думаю, в принципе, это правильно, вот тут говорили по поводу зрелищности, что, да, действительно, это зрелищно, это видно с задних трибун, когда кого-то подняли, раскрутили, на мельницу, например, и шлепнули об землю, это не просто зрелищность, это и реальная эффективность, это каждый может, зрители это понимают, поэтому для них зрелищно, если мы оба куркнулись, да, и кто-то из нас больше спиной коснулся, ну, это не зрелищно и не эффективно одновременно, если один остался стоять или упал сверху, а второй прилетел с большой силой, скоростью, даже пусть подсечка, пусть не будет очень большой амплитуды, подсечка, мгновенно, бах, это слышно, видно, и это реально эффективно, кто падал на подсечку неожиданно спиной, даже отатами, я не говорю там про реальную ситуацию, тот понимает, что это эффективная вещь, вот, поэтому, вот, нужно различать, по-моему, совершенно правильно различать, хороший, сильный бросок и перекат, вот, ну, а по захватам мы уже говорили, что чем больше ограничений на захваты, тем жестче и такая вязкая получается борьба, и она, в общем-то, не дает спортсменам делать приемы, которые они могут, умеют и которые хотят сделать. Вот примерно так. Да, и по поводу старых правил, может быть, не 60 лет назад, но еще и раньше, и 100 лет назад, как мы знаем, в Японии были правила косен, дзюдо, когда ребята из университетов, там, из нескольких университетов, они сделали свою лигу и боролись дополнительно, да, по правилам косен, то есть до сдачи. Ну, кто-то упал, но если он может продолжать бороться, почему бы нет, и вот они продолжали бороться. Тоже интересный эксперимент, и сейчас это продолжается все, конечно, это не основные правила федерации дзюдо, и они не используются в международной федерации дзюдо в чемпионатах мира пока. Вот, но это интересный, по-моему, очень интересный такой задел был, и имеет это смысл практически, то есть человек сдался, он проиграл, не сдался, если он может продолжать, то почему бы им еще не побороться, а потом время кончилось, и оцените, кто был активнее, или кто сделал больше бросков, никаких проблем нет. Вот так вот. Спасибо. Таир Нариман, спасибо вам за ваше мнение по озвученному вопросу. Конечно же, безусловно, правила не стоят на месте за историю, так сказать, современного дзюдо, ну, так скажем, начнем с того момента, как только дзюдо стало реформироваться, до Дзюгора Кана, прошло уже больше ста лет, конечно же, многое менялось, и даже вот, и техники менялись, да, и Дзюгора Кана говорил в своих выступлениях, что, в принципе, пределу совершенства технических действий нет, можно их все время дополнять, изменять, и, кстати, по этому принципу-то, наверное, и пошло самбо в свое время, когда оно стало дополняться различными техниками из других видов борьбы, так сказать, народов СССР, да, но и не только, наверное, так сказать, из других народов стран мира, которые включались в систему самбо. Но мы сегодня говорим о правилах соревновательного дзюдо. Вот понятно, что правила меняются, все время меняются, и вот мой третий вопрос. Все-таки, на ваш взгляд, уважаемые эксперты, какие должны быть правила? Понятно, что есть четкие определения, что правила для того, чтобы различать виды спорта, это понятно, да, вот мы можем увидеть там правила, это не только правила бросков, да, это не только правила оценок, правила, это комплексный такой подход, там и форма, там и правила выхода на татами, да, ковер, как кто выходит слева, справа и так далее. Правила, конечно, для того, чтобы определить победителя, но вернемся опять к моему вопросу, все-таки, какие должны быть правила, на ваш взгляд, чтобы, наверное, конечный потребитель, конечный потребитель, конечный потребитель сегодня в эру, так сказать, информационных технологий, да, для кого он вещается, олимпийские игры, чемпионаты мира, это для зрителей вещается, какие должны быть правила, чтобы вот зритель, и уже много было сегодня сказано, обычный вот обыватель, так сказать, просто решивший увидеть соревнования под дзюдо, чтобы ему было все понятно, это раз, какие правила должны быть, чтобы сам спортсмен мог понять, в конце концов, лучше он сегодня на татаме или нет, и какие правила должны быть, чтобы сам арбитр на татаме мог понять, что все-таки это в Азаре или это ничего, и, конечно же, господин Левицкий, Алексей, вам первому слово. Значит, какие должны быть правила? Вопрос, правильно я прозвучал? Прозвучало правильно или вы понял? Какие должны быть правила? Какие должны быть правила, чтобы вот все его, все их поняли? Вот, значит, таких правил быть не может быть по определению, потому что сейчас, значит, эти правила, которые мы пользуемся, да и во многих других спортах, значит, существует такое выражение, значит, объяснить я могу, я понять не могу, понимаете? Мина замедленного действия. Вот, но, тем не менее, правила существуют для того, чтобы создать равные условия для участников, это первое, создать им условия безопасного, значит, взаимодействия, это тоже очень важно, вот, и с четкими критериями определения, кто хуже, кто лучше. Я предлагаю следующий вариант, значит, правила у нас должны быть с максимально, с максимальным расширением разрешенных действий и с минимальными критериями по наказанию. Вот, если мы два этих момента выполним, я думаю, что это будет очень правильно и для спортсменов, и для тренеров, и для зрителей. Итак, максимально расширить разрешенный, круг разрешенных действий и минимизировать количество наказуемых действий. и вот это уже звучало и у Владимира Николаевича, и у Таира по поводу определения, кто лучше, кто хуже. Вернуться к голденскору, к хантею. Вернуться к хантею. Значит, я думаю, что те четыре минуты, которые даются для наших двух, значит, спортсменов, это достаточное время, чтобы арбитры квалифицирования поняли, кто лучше, кто хуже. Не надо затягивать процедуру. Я вам больше скажу, значит, ну, это, наверное, перебор уже, но уже потому, как вот, профессионалы меня поймут, потому, как человек входит в зал, спортсмен, уже видно, что он себя представляет. Поэтому даже бывает чудеса, вот, явно неподготовленный спортсмен может одолеть более квалифицированного оппонента. Но, тем не менее, мы интуитивно уже понимаем, кто перед нами. Я тут возражаю точку зрения арбитра. Не надо затягивать процедуру. Значит, четыре минуты вполне достаточно для того, чтобы понять, кто лучше, кто хуже. Если за это время будут броски и какие-то явные наказания, это еще лучше. Но, тем не менее, если даже этого не будет, будет достаточно квалификации у профессионалов, чтобы понять, кому отдать победу. Вот, я думаю, это. Спасибо. Спасибо, Алексей Левицкий. Такой же вопрос, Владимир Ельчининов, пожалуйста. Ну, я полностью согласен с профессором насчет максимального разрешения технических действий и минимальных наказаний. и опять же, хочу вернуться к той теме, которую я уже выдвигал, что надо оценки привязать именно к реальности событий, то есть, насколько это действие эффективно с точки зрения практичности боевого искусства. И я вообще рекомендую, хотя бы, например, все-таки вернуться, чтобы к правилам 70-х годов. Вот то, что Алексей говорил, что это действительно, наверное, были наиболее объективные правила. И сам судил в это время, как судей. Мне было нетрудно судить. А как сейчас судиться ранее, это очень сложно. Там столько наказаний. Мне кажется, что судьи даже иногда сами не знают всех наказаний, которые надо применять сейчас в современном жиду. Поэтому необходимо вернуться, я считаю, и к утешениям обязательно, потому что это все системы отбора, они всегда имеют какие-то недостатки. А вот система с двойным утешением, она была наиболее эффективна, потому что могла быть ситуация такая, что одна половина спортсменов слабая, другая сильная. и там, где сильная, там рубится кровь. И получалось, что олимпийская система по два человека выходит из этой подгруппы. Два человека из слабой группы, два из сильной. А олимпийская система делала перекресток, и получалось, что с одной подгруппой могло быть три призера на соревнованиях. Она наиболее активна, поэтому сейчас нашу систему джидоистской многие другие виды борьбы стали применять. Я, кстати, насчет этого часто спорил с представителями Международной Федерации, когда спорил о счет опишения, они всегда говорили, вот это телевидение непонятное, долго соревнования проходит. Я всегда задавал вопрос, почему тогда другие виды спорта используют эту систему, они что, другое телевидение? Почему телевидение джидо требуют какие-то... Я думаю, что телевидение вообще все равно по каким правилам проходит соревнование. Главное показать красивые, интересные, зрелищные моменты, а не какая система проведения соревнований эффективна. Тем более, если, например, взять джидо, в течение нескольких часов определяем победителя. А взять теннис большой, там несколько часов одна встреча идет. За это время мы обычно можем провести полусе соревнований на 100 участников. То есть в нашей системе надо обязательно вернуться к системе утешения, вернуться к старым правилам, конечно, с учетом некоторых корректировок, которые произошли в современном мире, потому что некоторые вещи, которые добавили в правила, они, в принципе, реальные, несут положительный такой эффект. Вот мое такое мнение. Спасибо Владимир Ильчининов и прошу высказать свое мнение Таиру Нариману. Я тоже совершенно с этим согласен. Ориентироваться на журналистов, на телевидение это не совсем правильно, так можно до какого-то шоу просто скатиться, у них будет меняться каждый раз их требований и так далее. Это понятно, что подстраиваться под кого-то не нужно, нужно делать так, чтобы наиболее правильным способом оценить лучку. Так, чтобы кто-то вышел в финал случайно слабый, а двое, трое, четверо сильных встретились друг с другом и поехали домой. неплохая система, я считаю, круговая система, но их много систем, да, ну и с утешением система тоже дает хороший шанс тому, кто может быть проиграл одну схватку, это значит, да, это по системе проведения соревнований, а вот по активности, активность она это что, это попытки проведения технических действий, да, не просто, что человек резко и быстро двигается, прыгает по ковру, да, а проводит какие-то действия, причем с эффективными попытками, они могут не привести к оценке, да, то есть я, ну, условно, я подворачиваюсь, бросаю, он уходит, но я сделал, я сделал бросок, я сделал попытку, да, он молодец, он ушел, но у меня есть активность, да, и этот хантей, он может, пожалуйста, судьи себе могут пометить количество попыток, реальных, да, попыток, не просто я на колени прыгнул, а тот стоит и смотрит, да, а сделал попытку, ему пришлось защищаться, тут тоже для судей, для опытных арбитров никаких проблем нету, и они, ну, либо это видят просто сразу, что один атакует, один делает попытки, а другой только защищается, либо же они могут себе, если они примерно равны, могут себе ставить какие-то отметочки, там галочки, сколько попыток было, и им легко будет вынести решение при равных оценках, вот, по поводу, еще одно я скажу, все-таки, по поводу боевой эффективности, значит, хочу напомнить, что в самых первых правилах, ну, одни из самых первых правил, это, по-моему, даже конец 19 века, там писал Дегор Укана так, что при падении соперника на спину получает ипон и выигрывает тот, кто его бросил. И дальше дополнение, конечно, он может упасть и не на спину, но для его безопасности правильно падать на спину, было так сказано, я понимаю, почему это сказано, потому что, ну, когда это было боевое искусство изначально, да, и когда люди видели, что соперник упал на живот и отвернулся и лежит, они не понимали, что, ну, то есть он что, сдался или что, вот, это было совершенно непонятно для них и поэтому, конечно же, все падали, старались упасть на спину, чтобы смотреть на соперника, защищаться как-то там и так далее. Это было нормально, да, а сейчас уже много лет, к сожалению, в дзюдо и в некоторых других видах, таких как самбо, к примеру, спортсмены стараются лечь на живот, прятаться, затрыться, как бы, да, спрятаться, но это как бы совершенно неэффективно в реальности. Поэтому такая идея у меня по поводу вот этих поворотов спиной, как мы знаем, например, в вольной и в классической борьбе дают выход, за выход за спину дают балл, да, можно вполне спокойно себе давать такую же оценку и легко это будет оценивать, раз в других видах борьбы это можно делать. Оценивать это минимальной оценкой, какая там она бы не была. И для чего? Для того, чтобы спортсмены не лежали на животе в глухой защите. Это не борьба и неэффективно в реальности. Вот, поэтому тут же, как только вы сделаете такие правила, тут же никто не будет, значит, все перестанут прятаться на живот, переворачиваться и защищаться. Ну, в общем-то, наверное, пока все. Спасибо. Таир Нариман. Спасибо, во-первых, всем, кто согласился принять участие в этом круглом столе. Это Алексей Левицкий, Владимир Ильчининов и Таир Нариман. Безусловно, ну, наша, наверное, такая глобальная цель не стояла. Вот, сегодня что-то прям вот изменить. И мне писали в этом в комментариях, что толку говорить, когда изменить ничего нельзя. Но я думаю, что размышлять можно, никому не запрещено высказывать свое мнение. Тем более, если человек на самом деле интересуется единоборствами, боевыми искусскими, в частности, дзюдо, и практикует или просто как историк изучает. Вот, я благодарю вас, что вы присоединились к этому круглому столу. Надеюсь, что кто посмотрит, может быть, выскажется свое дополнительное время мнение уже в текстовом варианте, в каких-то комментариях к этому видео. Ну и, пожалуйста, в завершение давайте какие-то уважаемые эксперты дадим завершающие, так сказать, финальные фразы. Алексей Левицкий. Ну, во-первых, спасибо за приглашение. Мне было очень приятно поучаствовать в этой дискуссии, увидеть своих коллег на экране. Возможно, кто-то из моих знакомых посмотрит эту запись чуть позже и тоже, значит, оценит наше внимание к этой проблеме. Вопрос назрел. Значит, совершенно очевидно, вопрос назрел, потому что то, что происходит сейчас в мире дзюдо и вот с теми правилами, которыми мы вынуждены руководствоваться, значит, это путь в тупик, конечно. Это однозначно, это практически понимают все. Надежда есть, надежда есть. Я думаю, что по окончании Олимпийских игр соберется очередной конгресс и очень хочется, чтобы там тоже были приняты какие-то изменения. то, что они будут приняты совершенно очевидно. Но вот какие они будут, я, честно говоря, уже начинаю опасаться, потому что мы надеемся на что-то позитивное, что-то хорошее, но вот практика показывает, что тут они могут придумать еще что-нибудь такое, что нам покажется по сравнению с нынешними временами более чем ужасным. Но, тем не менее, я думаю, надо бороться за следующее, надо бороться за возврат разрешения бросков с захватом ног. Это зрелищные, правильные, красивые и, как Тайр говорил, эффективные с точки зрения боевых применений действия. Минимизировать, конечно, вот эти ужасные пункты правил, за которые следуют наказания, которые никакого практического влияния пользы не приносят. Вернуть хантей, вернуть арбитров на татаме для того, чтобы было понятно, кто приходит, кто выносит эти решения. Потому что сейчас, как мы понимаем, а бедный арбитр, который находится на татаме с наушником, является исполнителем воли людей, которые находятся за пределами татами, и кто эти люди, как они принимают решения. Мы это примерно представляем, как это происходит, но это абсолютно неправильно. Независимость судьбе должна присутствовать. Продолжать не буду, есть еще всякие предложения, но будем надеяться на лучшее. Спасибо. Спасибо. Владимир Ильчининов, пожалуйста. Да, я тоже всегда считался оптимистом и всегда ждал, что с каждой Олимпиадой все-таки правила изменятся в лучшую сторону, но пока этого не происходит, пока мы все надеемся, что это произойдет все-таки. Вроде бы сейчас перед этой Олимпиадой был серьезный разговор с трейнерами, я не помню на каком мероприятии где-то собирались, мне Раджи Шамиров рассказывал, что вроде бы там они уже начали ломаться руководство, говорит, давайте после Олимпиады соберемся и выслушаем все претензии. Вообще, я говорю, мне кажется, что все-таки надо слушать не судей, а именно предложение тренеров, как реформировать правила, к какой технике вернуться, какие техники должны вернуться, какие захваты разрешить, какие запретить. Вообще, я считаю, что таких запрещенных захватов открытых, которые наносят открытых, их вообще почти и нету. Ну, там может быть палец внутрь может попасть кимоно и там можно палец травмировать. А так любые захваты имеют право на жизнь. И поэтому еще раз призываю, все-таки надо вернуться к правилам 70-х годов с некоторыми изменениями, которые, я вижу, есть позитивные вещи в современном виду. И все-таки я тоже надеюсь, что я увижу эти изменения уже, надеюсь, лет 20 как это все-таки произойдет. И вот это реформы, которые делает современная федерация, они, наверное, прекратят, потому что ни к чему хорошему, к сожалению, они не привели. Только во вред. И сейчас все специалисты это понимают и необходимо просто-напросто, конечно, полностью реформировать правила. И вернуться действительно к старому. Таир Нариман, пожалуйста, ваша заключительная реплика. Одна реплика. Огромное спасибо Роману, что организовал это мероприятие. Очень было приятно поучаствовать в нем и услышать мнение настоящих экспертов. Опять же, я не отношу себя к экспертам дудо в полной мере. И надеюсь, что что-то мы как-то сдвинем с этой мертвой точки, и как-то люди, другие спортсмены, тренеры, судьи, они тоже в этом направлении начнут думать и действовать. Спасибо огромное за это. Спасибо всем. Спасибо всем. И до новых встреч в эфире и вживую. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok